От на стенах росписи до предметов декоративно-прикладного искусства. Экспонаты, охватывающие период с начала первого тысячелетия до нашей эры, до эпохи тимуридов. Культурные богатства Узбекистана представлены на выставке сокровища оазисов Узбекистана в Самарканде. Ранее они экспонировались в Парижском музее Лувра. Это была уникальнейшая выставка, чтобы показать мировому сообществу, какие уникальные экспонаты хранятся в наших музеях Узбекистана. Большое число этих экспонатов было из пунктов Государственного музея-заповедника. Сама выставка делится как бы на три части. Это первая часть, это культура Согда, значит, пятые-восьмые века. Впервые вы увидите три уникальнейшие чаши, которые раньше не представлены были, и они вообще в экспозиции никогда их не видели, из челека. Это был клад из четырех чаш. Одна чаша сейчас хранится в Ташкенте, в Гохране, а три ходятся у нас. Выставка развернулась в Государственном музее истории культуры Узбекистана. Самаркандское хранилище уделяет особое внимание сбору и экспонированию уникальных образцов культуры, которые дошли до наших дней через века истории. Узбекистан вау хазиналары Кургазмасы дасылап 2002-2002-2003 иллэрдэ Париздаги Лувр мюзэйдэ ташкеттілгэнэдэдэ. Бунда Узбекистан фондлардэн 133 донэ, умуми дюня бойынча 169 донэ, фақат Узбекистан маданин мирасыгатарху буган ашиолар нам ойшкэлэнэдэдэ. Мананшу Кургазма, харип алтайдаметкен Кургазмада, строгаткен ашиоланы асаси хысым, яны, еллік бірдонасы, фақат Самарканды вау хазиналары мүзэйдээдэ. Кургазма, кеми егер мученчиллэнэн мартайда, ныхай асига еттті в ашиолар узбекистанге фондларге музейларге кайтаралды. Из 169 представленных в Лувре экспонатов, более 100 были вывезены из хранилищ Самарканда. Но прежде специалисты из Узбекистана и Франции отреставрировали 70 предметов. Работа велась целых 4 года. Наряду с историческим значением учитывалась и сохранность предметов. Где-то 3 месяца была выставка. Париж вас принял. Они столько не собирали людей за все время, когда они выставляли выставку, сколько они посетили. Причем наши узбекистанцы специально ездили для того, чтобы посмотреть эту выставку. Только Узбекистан может показать вот это культурное огромное наследие. В любой стране придете и вы увидите наши вещи. Очень ценится этнография, археология, конечно. Во всех музеях практически, даже самых маленьких, есть наши вещи. От современных, древних там. Это говорит о том, что интерес к нашей культуре, он есть, был и всегда будет. Наряду с музейными экспонатами на выставке в Лувре был представлен и вот этот экспонат. Это обугленное резное дерево из городища Кафыркала. Как произведение искусства оно имеет мировое значение. Панно относится к VI-VII векам до нашей эры и было обнаружено при раскопках во время узбекско-японской экспедиции в 2017 году. А уже через год было принято решение привести экспозицию в знаменитом музее в Париже. И тогда началась большая работа по реставрации и сохранению данной находки. По мнению исследователей, в археологическом памятнике Кафыркала вспыхнул пожар. И именно благодаря огню, которым были охвачены панно и арка, реставраторам удалось сохранить створение до наших дней и показать всему миру культурное наследие Узбекистана. Ну, конечно, на ура. Приняли в Париже впервые это было выставлено. Потому что это для выставки совершенно свежий материал. Свежий, оригинальный и уникальный. В Центральной Азии, например, резное дерево вообще на памятниках очень-очень редко встречается. Потому что дерево – это органика, оно вся разлагается. И это бы не было сохранено. Но благодаря тому, что был пожар, арабы ворвались. И вот это все подожгли. И благодаря только этому сохранилось. А так бы, если было дерево, оно бы истлело, и ничего бы этого не было. Обнаруженные в процессе вскрытия раритеты – это три панели и четыре арки – восстанавливались местными и французскими специалистами вплоть до начала Парижской выставки. Реставраторы вдохнули в обугленные панели новую жизнь. Это обугленное дерево было найдено в небольшом тройном зале на полу, которое было выстлано сжженным кирпичом. Сначала, значит, лежала вот эта часть, вертикальная часть арки, затем сама арка, и на арке лежало вот это панно. Размеры панно – метр сорок на метр двадцать. Когда мы открыли, конечно, было очень сложно, потому что это обугленное дерево. И просто вот так как бы кусочки, как бы угольки лежат ничем не связанные между собой. Когда мы раскрывали по частям, по небольшим, затем сразу чистили, закрепляли специальными консервантами, потому что прежде чем снять, мы, во-первых, методику определили, как мы будем закреплять, как будем чистить, как будем снимать, чтобы все это было снято, и ничего, ничего, ни малейший вот этот кусочек не был потерян. Двухстворчатая входная дверь со времен тимуридов, инкустированная серебром и слоновой костью, покорив французскую аудиторию, теперь красуется у себя на родине. Это дверь, одна из дверей Куры Мира. Вот посмотрите, во-первых, она была отреставрирована французскими реставраторами специально для выставки в Париже. И посмотрите вот эту прекрасную резьбу по дереву 15 века. Мы попытались ее создать так, как она была в Париже. Узбекистан занимал важное место на Великом Шелковом Пути, что сформировало уникальный синтез культур, поглощающий лучшие аспекты из различных культур мира. Выставка дает возможность погрузиться в этот богатый исторический опыт, демонстрируя бесценное наследие Узбекистана. Здесь мы с вами видим теплую работу мастеров. В то время не было ни штампов, каких-то таких более-менее серьезных. Но, во всяком случае, дело касается живописи. То есть мы с вами видим, каждый предмет сделан с любовью. И вложена невероятно положительная энергетика. То есть человек творчеством отвлекался от каких-то насущных проблем. Он творил. И, соответственно, тоже творческий гений – это реставраторы. То есть здесь необыкновенно тепло, здесь необыкновенно интересно. Здесь, я говорю, торжество человеческого гения представлено в двух ипостасях. То есть мы с вами видим вчера и сегодня. На выставке представлены 60 экспонатов. Это исагдийские монеты, нефритовые чаши, асуари, резная панель из ганчуса дворца самонитов. Каждый предмет – это история. Это детальный взгляд на минувшие эпохи. Возможность почувствовать дух далеких времен, мощь и силу предков. Все это лежит в основе нашего современного общества – нового Узбекистана, который уже несколько тысячелетий занимает важное место в мировой цивилизации и является ключевой точкой на стыке культур.